Моцный снегопад сегодня обрушился на Гомель. Умобы на дворе ускладнили дорожную обстановку. Подательных держав этой инспекции по стане на 16 годин у областного центра отбылось 26 сутокнений. На Полесском мосте у Гомеля зафиксовано двойное дорожно-транспортное оздоровление. По шкоджению отрывали одразу 5 авто. Под обязанностью у наших корреспондентов. Приклад на полове 8-й годины ранятся обильные снегопады закранули частку Гомельского и Будокошелевского района. И уже по стане на 10 годин снежное покрово было больше за 1 сантиметр. Ничего надзвычайного в этом нема, прокомментировали дорожники. Для конца листопада это штатная ситуация. Во словах керовництва РУБ Гомель-Аутодар предприемство полностью готово до моцных опадков. Система видеоназирания ведет круглосуточный мониторинг за станом дорог и перемещением автомашин. При необходности на дороге выходит спецтехника, чтобы очистить полотно и опрацевать с упрость гололедными сумесями. Для работников дорожных служб сегодняшняя ситуация – это обычная ситуация. Судя по информации наших GPS-навигаторов и видеонаблюдения, можем сказать, что в районах Будокошелевском районе, Гомельском районе техника полностью нашей филиала выехала на обработку противоголовных материалов и устраняет скользкость. Уже были сильные осадки. Они составляли до 10 сантиметров за 6 часов. Это достаточно считается по нормам сильные осадки. Мы с ними достаточно успешно справились. В первые хвилины снегопаду дорога становится непрадказально слизкой. Необдуманные деньги водителя у лихачев могут обернуться неприемным здоровьем. Так, с сегодня до 13-ти годин дня у Гомеля отбылось 18 дорожно-транспортных здоровьев. Сумную статистику да и пополнили сутыкнений, связанные как раз с порушением интервалу по межтранспортными сродками. На Полесском мосте у Гомеля до приклада по ланцужку одразу три машины уехали у две и другие, которые до этого уже выставили аварийный знак. Уличивающие несприяльные умовы на дороге, сопрацовники держав той инспекции нагадывают водителям о правилах, поводенного в складанных умовах. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и терпеливыми на дорогах. Соблюдайте такую скорость и интервал движения, чтобы избежать резкого торможения. А если все уже требуется замедлить сход, делайте это очень осторожно, дабы избежать заноса. Межтым небезпеку для пешеходов представляют слизкие тротуары и пероходы. Держав та инспекция звертается и до этой категории удельников дорожного руху с просьбой памятать про светлооббивальные элементы в темный час суток. На удень навод на зеленый сигнал светлофора не спешаться переходит проездную участку. По информации областного гидрометеоцентра, на этом тыдне прогнозуется понижение температуры поветра. Будет от нуля до минус пяти у дени, каля 6-8 градусов мороза у ночи. А у ночь за вторка на сираду при прояснениях слупок термометра в особных районах опустится до минус 15 градусов. На больше часы территории в области, что день чакаются снег и мокрый снег с дождем на дорогах, заховается гололёдица. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».